Жил в конце третьего века на острове Крит один простой человек Спиридон. Был он пастухом, имел жену и детей, и ничем бы он не отличался от других тысяч людей того времени, ежели бы не его особый склад души. Был он очень добросердечным человеком, всем он помогал чем мог, нищим, странникам, друзьям, знакомым, творя добрые дела во славу Господа. И Бог наградил праведника за благие труды. Послал он ему дар чудотворений, смог Спиридон еще больше помогать людям, исцелять их болезни и изгонять из них бесов. Позже, став вдовцом, он решил посвятить свою жизнь служению Господу. Тогда народ избрал его во епископы кипрского города Тримефунта и стал, помимо подвигов милосердия, свершать он и подвиг пастырского служения. Именно подвиг, ибо с помощью святителя многие жители Тримефунта избавлялись от своих тайных грехов и вставали на путь спасения. Каждодневно являл он людям пример благодетельной жизни и трудолюбия, а чудес, свершенных им на благопастве своей, и вовсе не счасть. Он спас своей молитвой кипр от засухи и голода. От силы святителя Спиридона превращались в прах языческие капища, матери обретали своих умерших младенцев, а тела людей очищались от болезней и терзающих их души демонов. Участвовал епископ Спиридон и в Первом Вселенском Соборе. Своей простой речью святитель показал всем немость человеческой мудрости перед премудростью Божией. Многие ариане под впечатлением от выступления святого Спиридона оставили свое лжеучение и из противников христианства превратились в ревностных защитников православия. Праведности и святости прожил дивный угодник Божией жизнь свою. И с молитвой на устах приставился ко Господу в 348 году от Рождества Христова. И с тех давних пор до по сей день молитвы верующих возносятся к небесам и спрашивая у великого Предстателя пред Богом помощи, защиты и утешения. 25 декабря день памяти святителя Спиридона Тримефунского Субтитры создавал DimaTorzok